Всем привет! Как всегда, четверг, как всегда, окна связи. Меня, как всегда, зовут Евгений Рыбов. А в гостях у нас актер, режиссер, сценарист, продюсер, народный артист и многодетный папа Сергей Безруков. Добрый день! Очень-очень снова рад видеть. В третий раз уже. Это прям трогательно и приятно. Спасибо большое, что находите время. Если вдруг не видели предыдущее наше интервью, сразу после этого досмотрите уж и посмотрите предыдущее. Хочу задать вопрос сначала от себя, потому что в основном я буду передавать вопросы наших зрителей. Когда мы до эфира общались, я спросил, что общего у вас и у Казановы. Вы сказали, любовь к России. Не все, возможно, понимают, о чем идет речь. Давайте развернем. Для этого просто нужно прийти на спектакль «Казанова в Арсвивендию», и тогда поймете. Потому что, когда Казанова представляется, он занимался всем, чем он только на самом деле не занимался. Реальный Казанова. Джакума Казанова. И когда он начинает перечислять все свои качества, все свои профессии, в том числе, он и употребляет путешественников, влюбленных в Россию. Врач, военный писатель, добродукт, священник, музыкант, экономист, полиглот, путешественник, влюбленный в Россию. Поэтому это как раз нас роднит очень сильно. А вот. При подготовке к эфиру, естественно, я много читал, готовились, смотрели какую-то информацию новую. И в наше время особенный интернет уверить нельзя. Нам можно, так, конечно, нельзя. Масса интересных каких-то штучек мы нашли. Сейчас немножко займемся факт-чекингом. Я буду спрашивать, правда ли вот такой факт. Это то, что мы правда нашли в интернете, и у нас это вызвало сомнение. Прям быстро как бы. Правда, неправда. Заодно интернет поправим, но насколько сможем. Итак, вот что мы нашли. Любопытные такие штуки. Правда ли, что вас назвали в честь поэта Сергея Есенина? Правда. По ночам вы иногда перекусываете бутербродами с колбасой. Такая есть информация в интернете. Бред. Бред. Правда ли, что вы болеете за фигуристку Александру Трусову, королеву четверных прыжков, и даже пообещали дать ей мастер-класс, чтобы подтянуть артистизм? Нет, это неправда. А то, что на самом деле за нее болеет, я так понимаю, что за нее болела вся страна. И я в том числе. Прочел, что однажды во время спектакля вы распороли ногу, но все равно доиграли до конца. В одном источнике такая информация. Всякая была, на самом деле. И травмы, которые я получал на спектаклях, были такие порой серьезные. И вообще сцена, она иногда такие вот испытания тебе дает. И тут уже ты решаешь так. Либо ты не договоришься в спектакле, либо договоришься до конца. Ну мы как действительно, получается, ради спектакля ты готов на все. Поэтому до конца заматываешь как угодно, понятно, бинтуешься, выходишь и договоришь. Такое было, конечно. Браво. А правда ли, что после съемок шоу «Куклы» вы пообещали, что никогда больше не будете никого пародировать? Нет, такого я не говорил. Я просто один раз ушел из программы «Куклы» и ушел навсегда. Вот и все. Это действительно было так. Я проработал пять лет в программе «Куклы». Пять лет. С 1995 по 2000 год. Я, правда, ушел раньше, чем в Ельцин. Вот. Так получилось, что я ушел раньше. Прекрасная программа. Кукла меня догнала, и артист, которого я привел вместо себя, Христенко, видите, он не смог озвучивать новогоднюю передачу программы «Куклы» и попросил меня вернуться. Я вернулся буквально на одну передачу. Получилось так, что как раз под Новый год Борис Николаевич объявил о том, что он уходит с поста. И символично получилось так, что мы ушли потом. Вместе. Но, тем не менее, годы работы программы «Куклы», они, конечно, были великолепны, потому что был замечательный хороший политический юмор. Не оскорбление, а хороший политический юмор. В общем, был комкий, очень жесткий порой, но это был именно юмор. Да, и это было, конечно, интересно. Были такие годы. Любопытные. Провели фактчекинг, половину мифов развеяли, даже чуть более. Ну, вот такой интернет сейчас. А что делать? Не спросишь, не ответишь. Так оно и будет тянуться дальше. Хорошо. Нашел я еще одну любопытную статью. Прям пишут люди. Заголовок следующий. Дословно. Сергей Безруков узнал будущее в Саратовской юрте шамана. Ну, во-первых, меня Саратовская юрта сама по себе заинтриговала, конечно. Нет, опять же. Было такое что-то? Дело в том, что есть такие комплексы, которые сейчас построены в новых городах. Россия – моя история. Где благодаря экспозиции, в общем, такие интерактивные и мультимедийные выставки, которые посвящают вас, так сказать, делают экскурсию по нашей истории. И они действительно очень полезны, поскольку там собрано очень много любопытных материалов и представлены это очень хорошо. Знаете, как с мультимедийными, допустим, там проекторами. Даже элементы игры вносятся в тот или иной, допустим, зал, который, допустим, представляет историю Рюриковича, начиная с самого начала и разные периоды жизни нашей страны. И это довольно-таки эффектно. В Саратове я был в таком комплексе. То есть это не только специально, потому что это в юрту. Понятно, что там была интерактивная просто такая выставка, экспозиция по народам, в данном случае, населявших как раз Саратовскую область, экскурс в историю. И, понятно, я прошелся, и мне это было любопытным, потому что там была и чеканка, там все было на самом деле. Изделия из глины, чеканка, то есть ты можешь отчеканить монету, то есть приблизиться к той самой эпохе. Такая очень познавательная история. То есть это не настоящий шаман, это реконструкция. Ну, конечно, все это реконструкция, безусловно. Реконструкция, ну, довольно-таки интересная, и там очень много было молодежи, очень много. То есть такая посещаемость очень хорошая, да. А в принципе вы верите в то, что все предопределено, судьба, астрология, гадание по руке или человек сам? В судьбу безусловно. Есть что-то? В Бога надверьте, а в судьбу безусловно, ну, я думаю, что некое предопределение есть, хотя я склонен думаю, что все-таки менять судьбу возможно. Ну, все зависит от тебя. То есть гороскопы с утра до завтра? Гороскоп? Не подсчитывай. Хорошо. Поговорим о безруковцах. Это первый большой блок нашей программы преподавания. Хорошо. Раньше мои поклонницы называли безруковки, а сейчас мои студенты, они сами себя называли безруковцы. Безруковки. Безруковки-зан. А, значит, в этом году у Сергея сразу два курса в Гиковских. Один в Москве, один в Ростове-на-Дону. Да, в Донбассе курсы. Да, хочется спросить, учитывая колоссальную загруженность и спектакли, и кино, и все, и так далее, и так далее, где вы нашли этот 25-й час в сутках, чтобы ввести, вообще, в принципе, преподавать и сразу два курса? Как это происходит? В следующем году мы будем отмечать десятилетие Московского губернского театра. Сейчас у нас юбилейный десятый сезон, а в следующем году мы будем уже отмечать официальный юбилей Московского губернского театра. Нам будет уже 10 лет. И за эти 10 лет, я и раньше был играющим тренером, я ставил спектакли, и одновременно еще и играл в этом спектакле. Но, когда я работал с артистами, это было, похоже, все-таки, помимо работы режиссера-постановщика, когда такой жесткий диктат, ты выполняешь волю режиссера, и все. И, собственно говоря, я в театре, как режиссер-постановщик, я, конечно, такой мягкий диктатор. Я требую выполнения того рисунка, который я придумал. Но я работаю все-таки больше как педагог, поскольку я сам актер, и когда ты знаешь подход к актеру, индивидуальный подход, как актер, ты знаешь, слабое место, допустим, да. Актеры, понятно, честолюбивые, актеры очень ранимы, безусловно, и ты должен очень тонко, как психолог, работать с артистом, дабы его не отпугнуть от материала, да, не оттолкнуть, чтобы у него не было отторжения этого материала. Поэтому ты работаешь, как, знаете, такой папа, как отец, такой родной, который знает все сильные или слабые стороны, ты прикроешь, ты придумаешь рисунок, который, допустим, наоборот, сделает из артиста... То есть лучшие сильные стороны ты... Подсветил. Да, конечно же, безусловно. Поэтому ты не просто ставишь задачу, ты уже исходишь, в данном случае, от самого артиста. Ты уже в большей степени работаешь как педагог, режиссер-педагог. И я это проверял в течение 10 лет. И когда Владимир Васильевич Малышев, ректор в ГИКа, предложил мне набрать актерский голос, я согласился. Потому что опыт уже такого режиссера-педагога, а все-таки мастер должен быть, помимо того, что ты режиссер-постановщик в педагогических работах, ты все-таки должен быть именно педагогом, который может передать и научить. Я это уже проверял много раз. И даже на фестивалях, когда проходили мои мастер-классы по художественному слову, я учил читать. И буквально за одно занятие студент из различных вузов, и буквально ты двумя-тремя фразами ты меняешь абсолютно. Вот они выходят читать, и ты два-три нужных слова здесь показал, здесь рассказал, здесь практически живой пример привел, и человек меняется, и прямо на глазах человек совершенно по-другому начинает читать стихи. Элементарно, да, такой мастер-класс. Ты это проверяешь. И когда ты это умеешь, то передать свой опыт, безусловно, уже стало необходимостью. Знаете, как Олег Павлович говорил, что помимо детей, которых ты родил, ну, как говорится, передаешь потом, что ты оставляешь после себя. Безусловно, учеников, поэтому иду по стопам своего мастера-учителя Леонида Павловича Табакова. Что ты, и кого ты оставишь после себя. Безусловно, дети, семья, ученики. И это, знаете, такое совершенно... И вот трудно объяснить это ощущение какого-то восторга, эйфории, когда после тебя остаются ученики. Что ты, как мастер, можешь воспитать актера, который пойдет уже после тебя. И у них получается. И у них получается. Ну, допустим, из последнего, когда уже стоявшиеся артисты, допустим, Антон Хабаров, когда он играет Астрова, и играет великолепно, и когда уходят люди со спектакля в конце, а после аплодисментов и уходят в ощущение того, что они увидели лучшего Астрова в нашем губерненском дяди Иване, при том, что я играю Войницкого, но я счастлив, когда Антону делают комплименты, когда они говорят, что такого Астрова они еще не видели никогда. А это то, что вот мы буквально пошагово с Антоновым выстраивали, буквально даже с голоса, где-то с показа. Это было нелегко, и тем не менее, добившись результата, ты понимаешь, что это действует. И когда Антон тебе благодарен, когда твой артист тебе благодарен, потому что ты выставил с ним тот самый рисунок, который действительно восхищает зрителей, и это отчасти и твоя заслуга, безусловно, по многому. Потому что если артист не может повторить, то это, конечно, большая беда. Но когда он, наконец-то, достигая желаемого результата, и ты добился с ним того самого точного верного звучания роли, ну это просто счастье неописуемое. Когда ему аплодируют, ты полное ощущение, что аплодируют мне, и это счастье. То есть я больше даже радуюсь аплодисментом своим артистам, нежели, допустим, аплодисментом самому себе. Или, допустим, там очередная постановка, сейчас задуман постановку в Губернском театре, следующий план есть на следующий год, тоже есть планы. Опять же, есть уже планы на дипломные спектакли со своими студентами, поскольку два курса, сложно себе, конечно же, успевать, потому что в Ростов-на-Дону очень сложно доезжать. Я набрал курс после того, как прослушал 4 тысячи абитуриентов, которых я слушал, естественно, слушал сам, благодаря помощникам, и тем не менее приезжал на все туры и отбирал, безусловно. Я доверяю, но проверяю. А разве не в Москву едут все люди, которые считают себя более... Да, да, да. Они приезжали в Москву, они приезжали в Москву, и когда очень много было как раз с Украины, ребят абитуриентов, и с Донбасса. И я решил, что всех буквально взять в Москву я не смогу. В Москве у меня учатся всего двое. Ребят замечательные, девчонка из Мариуполя и один парень из Лисичанск. Они учатся по квот, и я добился, что у них есть квот от Министерства образования, они учатся бесплатно. Вообще все мои студенты в Москве и в Ростове-на-Дону учатся бесплатно благодаря спонсорской поддержке. В московский курс учатся благодаря поддержке банков ВТБ и Совкомбанка, за что им огромное спасибо, потому что благодаря их поддержке ребята в Москве учатся бесплатно. А что касается донбасского курса, там огромное спасибо правительству Российской Федерации, и, конечно, Министерства образования Российской Федерации, потому что они выделили квоту, и ребята там в Ростове-на-Дону тоже учатся бесплатно. Но когда я понял, что слишком много ребят, всех я не могу взять, у меня 24 человека в Москве, увеличивать количество студентов на одном курсе невозможно, потому что уделить внимание каждому очень сложно. 24 человека уже сложно. Да, это стабильно, вот по количеству студентов стабильно, такой вот, знаете, не больше, желательно не больше, потому что вот 24, это еще, в принципе, вот такой, знаете, это потолок. 24 еще можно воспитать и уделить каждому внимание. Поэтому я решил в Ростове-на-Дону, это филиал в ГИКа в Ростове-на-Дону, я решил набрать отдельный курс. У меня получилось там 12-13 человек из Донбасса, и еще плюс еще там 6 человек, 6-7 человек у меня с Ростовской области учатся. Есть парень один из Севастополя, есть замечательный парень из Волгограда и из Саратова. То есть вот такая вот у меня команда в Ростове-на-Дону, и я туда выезжаю. Удается раз в месяц на два дня, причем такие стабильные, знаете, как приезжаешь, а перелет такой очень серьезный, плюс машина. То есть ты полдня даже больше добираешься до Ростова-на-Дону, вечернее мастерство до 10 вечера, и потом с раннего утра, следующий день, с 10, опять же так, до 10, с перерывом небольшим на обед, работаешь с ребятами, такая массированная атака, работаешь с ними, потом в ночь уезжаешь, всю ночь добираешься обратно, и перелет, и только на следующий день ты попадаешь в Москву. То есть это, конечно, тяжело просто физически, но с другой стороны, есть ради чего, потому что ребята талантливые, ребята интересные, ребята, вот не так давно я летал, и они показывали самостоятельные работы, и я был в восторге, потому что именно в советской классике они были великолепны. По классическим произведениям, допустим, там Толстой, там, я не знаю, там Островский, сложновато, потому что там есть эпоха, 19 век, и там показывали фрагменты из «Собачьего счастья», даже Булгакова, и я сделал замечание, потому что еще пока эпоху играть не совсем умеют. Но в советской классике «Зорин», «Варшавская мелодия», я не знаю, там, «Володин», там, «Вечно живые», понятные по тематике подходят и к сегодняшней ситуации, к сегодняшнему времени, но есть вампилов. То есть вот какая-то наивность, какая-то чистота, присущая именно пьесам Володина, Рощина, Зорина, Вампилова, она очень подходит этим ребятам. И они настолько органичны в современной драматургии, допустим, очень органичны, правдивы, то, что я от них как раз и добивался, ребят. Будьте самим собой. Потом будет следующий этап, когда вы уже будете создавать образ, когда вы уже не вы. Но именно в этих пьесах они были сами собой. Есть кому-то сценаристы. Абсолютно. Они очень органичны, очень точны были в своих работах. И я порадовался. Вчера были самостоятельные работы у московского курса. Там было немного сложнее, хотя зачины, это каждый раз они придумывают какие-то вот интересные. У них называется зачин. Зачин, когда они придумывают какое-то вот некое шоу перед тем, как мы начинаем мастерство. И они, конечно, совершенно фантастические в этих зачинах. И самое главное, я вижу, это именно коллективную работу. Они все вместе как один, единый организм. Но передавать мастерство приходит буквально вот пошагово. Понимаю. Пошагово. Все секреты своей профессии, которые я не рассказываю в соцсетях, уж простите, дорогие. Я не могу вам рассказать всех секретов. Я вас предупреждал на эту тему, что все выдавать я вам не буду. Только мои студенты получат в полной мере, полный объем. Так сказать, всех секретов нашей очень сложной профессии. Более того, каждому из них я говорю о том, что вы не обольщаетесь. Профессия жесточайшая. Жестокая профессия. Гарантировать вам успех в будущем, каждому из вас, я не имею права. Просто не имею права говорить вам. Вы будете слушать театр. Все будут сниматься в кино. Это безнравственно. Знаете, наобещать стрекорбу, а потом они, выпускаясь после четырех лет обучения в театральном вузе, вдруг никуда не попадая, потом спрашивают учитель-мастер, послушай, ты обещал и где? Нет, я их научу этой профессии. Я расскажу все тонкости, все нюансы. Я их подготовлю к этой жесточайшей профессии. Подготовлю. Они будут во всеоружии. А дальше это та самая судьба. Как и у меня, в том числе. Я был хорошо научен. Мною занимался мой отец. У меня был личный учитель и мастер. Мой отец, собственно говоря, он и есть, и дай бог ему здоровья, мой отец, Виталий Сергеевич Безруков. Он занимался со мной с детства. С восьми лет я уже постигал эту профессию. Репетиции, 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 какие-то отрывки, спектакли, которые отец ставил в школе. Это все была большая практика. Мне было порой сложно. Самое главное, что отец увидел, что я восприимчив к королям. Я не играю, я живу. То есть я себе не... Я не играю какой-то образ. Я Ромео, так я был Ромео. На сцене я был Ромео. Я любил страстно. Я сходил с ума. Настоящие слезы. Все это было правдой. Или там Леонидик, мой бедный Марат Арбузов. Я был Леонидиком. Я выходил, и мои слезы были настоящими. Потому что я правильный чувство. Вот это отец видел. А все остальное технику, которую отец мне передавал. Это были серьезные, огромные репетиции. Порой до слез, когда я обижался. Я говорю, что у меня не получается. Это мне не нравится. Я обижался, потом опять приходил. Мы опять продолжали работать. А дальше уже подключился Олег Павлович Табаков. С его системой селекции и жесткого, знаете, такого селекционного отбора. Ты должен готов работать сразу, сходу в этот момент. Если ты не готов, поезд уходит. Вот этому я постараюсь научить своих ребят и в Ростове, и в Москве, чтобы они были готовы. Чтобы они были на 100% действительно готовы к этой профессии. Допустим, а в Ростове-на-Дону там борьба с... Все равно есть некий говор, южный говор, с которым надо работать. Я говорю, господа, вы научитесь говорить на хорошем русском языке. И тогда любая классика, все абсолютно будет вам подвластно. А на говор можно... Я тебя говорю и так далее. Можно перейти в любой момент. Это некая красочка, которая будет просто классной, хорошей. Пусть будет. Я тебе говорю, и это все будет такой, знаете, такой маленький такой нюанс. Такой, знаете, такой масляный такой мазочек к той роли, которую вы можете сыграть. Но говорить на правильном хорошем русском языке вам необходимо. Поэтому я и на этом настаиваю. И абсолютная органика, и верное чувство здесь. Чувство эмпатии, если уж говорить про такое вот глобальное, чему важно научить, особенно в наше время. Это понятно. Эмпатия. А вот это... Сопереживание, сопереживание. Это внутреннее. Хоть чуть про внешнее хотелось. Тоже нашел цитату. Внешняя красота уже талант. Это относится, конечно, к будущим актрисам. Да, к вопросам. Вопрос такой. Сейчас, ну, есть, не будем обобщать, есть пласт девушек, в основном, наверное, не юноши, которые считают, что да, красота это, значит, сколы, брови, губы и так далее. И потом мы получаем на выходе, ну, вот был такой скандальный случай, когда постеры, да, исторические, а на них, значит, простые девочки в гимнастерках, в пилотках, вот с такими губами и так далее, и так далее. Ну, так себе. А если приходят вот на экзамен, на кастинг, на прослушивание, такая девушка или юноша, это сразу нет, вот с тюнингом, то, что называется? Нет, тюнинг, тюнинг. Сразу? Нет, тюнинг. Может быть, мы сейчас кого-то просто отговорим? Нет, просто. Вы терпите, позже сделайте. Можно отговорить от тюнинга. Да, от тюнинга, конечно. Не надо. Природная красота. Более того, есть мужская красота, когда именно мужественность. Да. Как раз отбирал именно ребят именно мужественно. Женская красота. И я сбился. Естественно. И я, честно признаюсь, я долго искал. То есть, всех, кого я смотрел в Москве из-за патриентов, за редким исключением, так сказать, были, но не в том объеме, в том количестве, как мне бы хотелось. Я хотел именно красоту, чтобы были именно изначально уже есть смазливая красота, есть природная красота, да, есть яркая красота, разная красота. Но я смотрел по всей стране. Кого-то я взял из Екатеринбурга. То есть, где-то, я не знаю, из Ростова-на-Дону тоже сложновато, потому что по улицам ходишь, смотришь, какая красота по улицам ходит, и, к великому сожалению, не поступает в театральный вуз. Что действительно было шоком для меня. Погодите, на улице много, никто не хочет идти в актрисы, потому что для актрисы, конечно же, красота – это уже талант. А даже когда я отбирал педагоги, которых я пригласил из моего театра, ребят, которым я доверяю, Жене Гоманове, Степа Куликова, Лена Киркова – это актеры и актрисы моего московского губернатского театра, я пригласил их быть педагогами, чтобы они мне помогали на моем курсе. И я им так говорил. Да, есть способности, но смотрите сразу. Вот вы заплатите деньги, чтобы пойти смотреть это лицо в кино или в театре. Ага. И, честно говоря, вот в этот момент, конечно, вот, когда в этот момент ребята говорили, ну, все-таки нет. Да, есть какая-то харизма, есть что-то, да, но, честно, как-то так вот для того, чтобы ты хотел посмотреть потом, допустим, этого человека в кино или актрису в кино, вряд ли. Есть любопытная внешность, любопытная внешность, которая, конечно же, уже изначально привлекает внимание. Есть энергия, есть энергия, которая, вот, она ведет за собой, эта энергия, и ты уже не можешь смотреть на других, ты просто следишь за этим человеком на сцене. Вот это главное найти, да, вот эту вот природу той самой энергии, когда глаз не оторвать. И, безусловно, красота. Ну, я отобрал у меня красивые-красивые. Видите, фотографии. Да, девчонки красивые, и ребята достойные, то есть такие рослые, мужественные. Удачи вам всем. Так что, конечно, хочется пожелать ребятам удачи. Я сделаю, я, во всяком случае, обещаю, максимально дать им все секреты профессии и научить. Ну, а дальше судьба, как и в моей жизни тоже. Судьба, безусловно, судьба. Мы искренне желаем, чтобы у всего набора сложилось. Ну, и, собственно, я читал, что вашим напутствием студентам были следующие слова. Я вас научу, а дальше нужно много работать, но при этом удача может повернуться спиной, так случается со всеми, даже с народными артистами, собственно, то, о чем мы говорим. А эти слова как-то связаны с личным опытом? Потому что вы великий артист, прекрасный. У вас бывало? Знаешь, вот после этого хочется встать просто и выйти. Великий, собственно, и уже забронзовелся. Иди такой, бронзовый. И тем не менее, и тем не менее. А бывало? Давайте будем так. Я профессионал, это правда. Говорю без лести, уже в данном случае, без какого-то кокетства. А когда ты уже много в профессии, у тебя было много ролей и опыт колоссальный. И к своим 49 годам все-таки я уже могу, действительно, без всякого кокетства, знать, ой, я не знаю, еще столько впереди. Ты понимаешь, что действительно было много ролей. Это тот самый опыт. Но никакой звездности как таковой, и то, что я опять же говорю своим ребятам, умоляю, не допускайте ощущения вот некой эйфории от успеха. К вам спиной по-моему, работа, работа и еще раз работа. А когда ты человек рабочий, хотя происходило мое крепостное крестьянское, у меня рабочих не было в семье, у меня были именно крепостные крестьяне, да, с Волги, крепостные крестьяне. Но когда ты рабочий человек в профессии, то с ума сойти от того, что тебя где-то не утвердили, а такое бывало, когда ты приходишь на кастинг, тебя не утверждают. И ты постоянно пробуешься. Так получается, что даже к своим 49 годам все равно ты так же либо проходишь кастинг, либо не проходишь. Какая профессия? Тебе звонят или потом не звонят. Либо ты... Но тебе могут дать шанс, когда ты можешь попросить, и, так сказать, ну давайте пойдем навстречу артисту и дадим ему шанс еще раз попробоваться. Но тебя действительно могут утвердить или не утвердить. И это нормально в профессии. И я в этом как раз и учу студентов, что, ребят, это лотерея и очень страшная лотерея. Ты должен быть готов. Но сходить с ума тебя не утвердили. Тем не менее, все равно добиться, допустим, повторной пробы и постараться убедить в том, что я... Дайте мне еще шанс. Если тебе дали еще один шанс, ты опять его не реализовал. Сходить с ума, что все на этом кончено, не надо. Значит, не твое. Работай дальше. Совершенствуйся, работай дальше. И жди того самого момента. Либо, если не ждать, попытайся каким-то образом, не знаю, пробоваться, еще раз пробоваться, приходить, проходить еще раз кастинги, напрашиваться на кастинг, проходить. Заметит. Та самая активность твоя внутренняя и твоя работоспособность тебе помогут в любой ситуации. Она сработает. Конечно. Большой детский фестиваль. Да. Уйдем чуть от студентов ниже. Как я понимаю, значит... От студентов, на самом деле, сложно уходить, потому что, допустим, одна из студенток сейчас моих во ВГИКе, Полина Ватага, она когда-то была в детском жюри Большого детского фестиваля. И она уже снимается в кино, у нее есть замечательные работы. Замечательная работа, допустим, есть фильм «Не детский дом», который был показан в рамках Московского международного кинофестиваля. Замечательная работа у нее там, у Полины. Замечательная работа. Но она пришла учиться. Очень честно, вы знаете, абсолютно с таким напором она пришла у меня учиться. И то, что я ей подсказываю, я надеюсь, она вырастет уже в такую серьезную актрису. Интересную актрису. Но вот опять же, с чем связано, да? Она была в жюри Большого детского фестиваля. И потом, я думаю, когда она пришла на кастинг, я думаю, лицо знакомое. Я думаю, Полина где? Я мог видеть. И потом, ну, господи ты, боже мой. Да я, мы сидели на обсуждении, опять же, дело в том, что, еще раз оговорюсь, дело в том, что на нашем Большом детском фестивале ноу-хау детское жюри оценивает все то, что мы им представляем. Взрослые отбирают все лучшее для детей в различных жанрах. Анимация, кино, театры для детей, музыкальные, театры кукол, драматические театры для детей. Вот это все, плюс БДФ книга, то есть лучшие произведения литературные для детей. Вот это все отбирает именно детское жюри. То есть мы им предоставляем, а потом уже кто лучше голосует, только дети. Они отсматривают всю программу, и потом дальше идет довольно-таки жесткое голосование. И когда я увидел Полину, говорю, вот где? Она говорит, Сергей Александрович, ну я же член вашего жюри была в Большом детском фестивале. Я говорю, господи, Полина, привет. Ну, видите, как вот это стремление, желание стать актрисой, и очень серьезно, не просто там сниматься в кино, это, кстати, любительски, а пойти и научиться, познать все тонкости этой профессии и стать очень сильной, мощной, чтобы потом расти в этой профессии дальше, это похвально. Вот поэтому вот так вот плавно перешли к Большому детскому фестиваль. Для зрителей расскажу, значит, театры, ну, почти со всей страны, плюс еще 9 стран мира, показывают свои постановки на разных площадках, 600 заявок поступило на фестиваль. В этом году, да. То есть с каждым годом у нас пятилетие фестиваля нашего в этом году. Отобрали 101 проект, в том числе 50 спектаклей, 18 номинаций, ну и так далее. Ну, серьезно. В этом году инклюзивный театр, то есть театр, где участвуют артисты с ограниченными возможностями, вот. И даже будет призовой фонд, фонда Анастасия, 500 тысяч рублей за лучшую постановку как раз в жанре инклюзивного театра. И «Моя родина Север». Предложение было таким образом поддержать, действительно, культуру народов Севера, и спектакли именно на эту тематику тоже присутствуют на нашем фестивале. А какие спектакли вообще привезли? Что показывали? Разные, безусловно. Помимо, конечно, спектаклей, я опять же скажу, что это, конечно, кино и анимация. И каждый раз у нас есть куратор, который отвечает за разные направления, в том числе как раз и БДФ-книга, которая была видена с прошлого года. Но это очень важно, потому как знать современных авторов для молодежи, для детей и юношества необходимо, потому что, конечно же, классика бесспорно всегда выигрышная. Но классика-классика, и я убежден, что многие из тех авторов, которые представлены сейчас на Большом детском фестивале, со временем тоже станут классиками. Вот. Из тех спектаклей, которые уже были, открывались мы Питер Пен, это Екатеринбургский тюз. Плюс замечательный, яркий спектакль Романа Феодория, замечательный, ярчайший, на самом деле, большой мастер детских спектаклей, спектаклей детей и все его постановки. Мы перевозили хронику Нарнии, показывали, для нашего зрителя. Это, конечно, всегда, всегда очень ярко, всегда очень такая сильная, сильное воздействие. Но очень много интересных спектаклей здесь представлены, и Пенза представлены, и Тверь представлены, на самом деле, и Ханты-Мансийск представлены замечательным спектаклем. Да, тут география понимает. Ага, «Снежный королевы». Но, чтобы не быть голословным, я хотел бы сразу упомянуть из того, что, допустим, еще впереди посмотреть, потому что... А давайте... Я просто рекомендую 29-го, не пропустите, 29-го октября на сцене Московского губернского театра, может быть, посмотреть как раз «Снежную королеву. История Герда». Это как раз Ханты-Мансийский театр «Кукол». Режиссер Наталья Слащева. Поэтому спешите видеть, хотя, по-моему, там уже аншлаг. И тем не менее, попытка не пытка, попытайте свое счастье. Потому что это то, что действительно надо смотреть. Допустим, спектакль «Каштанка». Это 31 октября, тоже на сцене Московского губернского театра. Это «Севастопольский тюз». И очень важно отметить, что режиссер, с которым мы уже неоднократно встречались на Большом детском фестивале, его очень любят у нас. И жюри не раз оценивало Ивана Патчина, который является режиссером этого спектакля. И я рад сообщить, что как раз в Московском губернском театре Иван поставит Лавренева 41-й у нас в следующем, так сказать, полугодии этого сезона, юбилейного сезона Московского губернского театра. Так что не пропустите «Каштанку» на сцене Московского губернского театра 31 октября. Дальше порекомендовал бы 3 ноября «Гадкий утенок», Пензенский областной театр «Кукольный дом. Ресер» Владимир Бирюков. Это один из лучших кукольников у нас в стране. Поэтому рекомендую это «Гадкий утенок», Пензенский областной театр «Кукольный дом». И интересная постановка Тверского тюза, с которой мы очень дружны. И, собственно, когда-то я за «Чайку» в постановке Виктории Вик дрался просто для того, чтобы они получили за лучшую постановку по отечественной классике. Потому что существует премия, правительственная премия, награда сейчас, это уже премия от Министерства культуры Российской Федерации за лучшую постановку за по отечественной классике. Там как-то неправильно были заполнены документы. Я помню на обсуждение, я просто дрался за «Чайку» Викторию Викторовичу, потому что мне очень понравился спектакль, вообще очень интересный театр «Тверской тюз». Мы недавно проводили «Эхо» Большого детского фестиваля как раз в Тверской области, не так давно как раз оттуда вернулись. И опять же, благодаря «Тверскому тюзу» все это было организовано, и спасибо большое. Вот, и поэтому я бы предлагал постановку «Хлеб-завод» Тверского тюза. Да, режиссер Филипп Гуревич. Очень интересная, неожиданная постановка. Можно спорить, можно говорить, тем более, что на мастер-классе по БДФ книге у нас будет представлен как раз автор этого произведения, Алексей Овсяников, да? Он будет как Олейников, да, еще раз переговорю, да? Тем более, что на мастер-классе БДФ книга Алексей Олейников, автор в данном случае этого произведения «Хлеб-завод», с ним еще может быть повстречаться еще лично, да? Но спектакли по его произведению можно будет посмотреть 7 ноября на сцене Московского губернатского театра. Так что «Хлеб-завод», будьте любезны, приходите. Это то, что можно обсудить, тоже можно посмотреть, а уж тем более потом можно будет еще и пообщаться с самим автором, что всегда было интересно. Как увидели спектакль, а потом пообщались с самим автором. Да, Алексей Олейников, запомните. Объективно, ну, можно спорить, ну, что спорить, современные дети, ну, прям избалованы, конечно, вот, онлайном, мультиками, спецэффектами, блокбастерами, гаджетами и так далее, и так далее. Ну, есть ощущение, что они чуть больше вот в этом всем, да, чем дети, там, начала двухтысячных, девяностых. Как сейчас театрам вот удержать внимание вот этих современных детей, сделать так, чтобы у них не было желания во время спектакля, ну, правда же, многие, да, привязаны к смартфону, вот, не тянулись, не доставали. Есть момент искренности, когда художник, который выпускает либо фильм, либо спектакль, либо анимационный фильм, говорит все-таки, знаете, как, по-взрослому, серьезно. Это я отметил как раз на обсуждении, когда мы не влияем на решение, и это правда. Решают действительно дети. Но я присутствую на обсуждении, потому что идет голосование, они спорят друг с другом, они открывают для себя что-то новое, потому что по итогам голосования они каждый раз заполняют анкету. Они посмотрели то или иное произведение, заполняют анкету. Причем анкета очень серьезная, достойная любого, я не знаю, взрослого кинофестиваля, любого фестиваля, театрального фестиваля, потому что анкета очень серьезная. Актерская игра, сценография, смысловые, идейные составляющие того или иного произведения. И они оценивают, и потом по результатам, опять же, количества, так сказать, оценок, которые они дали тому или произведению, мы потом их выбираем уже на голосование. Очень интересно, когда кто-то из жюри вдруг скажет, погодите, а был вот этот спектакль, а где он, почему мы его не обсуждаем? Погодите, ребят, посчитали все ваши баллы, которые вы, так сказать, поставили этому спектаклю, и он не прошел. Как не прошел? И вот тут начинаются баталии, потому что они начинают спорить друг с другом, доказывать, что вот это правда, это неправда, это правда, неправда. Но я заметил тот факт, что говорить с ними нужно по-взрослому. Конечно, в жюри представлены ребята категории, там, есть ли спектакли, там, категории 5 плюс и 16 плюс. И, конечно же, в нашем жюри представлены ребята совсем маленькие, да, юные, которые оценивают как раз спектакли или, там, произведения по своей категории. Есть ребята уже юноши, да, юношская аудитория, которая оценивает как раз спектакли их аудитории. Но разговаривать с ними, даже, я не знаю, с ребятами, там, категории 5 плюс, нужно по-взрослому. То есть сейчас современные дети некое сюсюканье не воспринимают. С ними нужно по-серьезному и так, чтобы эмоционально. Если ты эмоционально заряжен по-настоящему, ты сам заряжен по-настоящему, тогда, тогда будет успех. Тогда и они откликнутся, и они будут отвлекаться. Ни кибирюльки с ними, ну, так сказать, они же детям, это кибирюльки. Нет. Безусловно, яркие постановки, но именно смысл они хотят. Смысл, смысл. Смысловая составляющая очень серьезная. Смысл. Вот если с ними серьезно и со смыслом, тогда они заинтересованы. А игра, вот я хотел спросить, как раз отталкиваясь от этого актера на сцене в детском спектакле и во взрослом, отличается? Нет. Нет? Я сам играю в детском спектакле, у меня есть и «Маленький принц», с которым мы, кстати, открываем эхо Большого детского фестиваля. Просто я пояснил для тех, кто не в курсе, существует Большой детский фестиваль, и я придумал эхо Большого детского фестиваля, потому что обидно, когда лучших посмотрели в Москве и в Санкт-Петербурге, определили, что они лучшие, а, собственно говоря, вся страна осталась неудел, потому как до них не доехали. И я придумал эхо Большого детского фестиваля, когда именно победители... Едут дальше. Так же, как и мастер-классы, и, опять же, мастер-классы с писателями, которые, так сказать, выезжают тогда в регион, и у нас очень большой заказ. То есть первый год было одно эхо, сейчас у нас, по-моему, 4 или 5 эхо на один год. То есть мало того, что мы проводим Большой детский фестиваль, потом уже в течение года регионы заказывают эхо Большого детского фестиваля, то есть вот эти вот результаты, да, победители едут как раз в регионы, и как раз эхо для этого и существует, для того, чтобы посмотрели уже многие регионы, посмотрели тех самых лучших. Коротенькая техпауза, но сейчас вернемся, и вот про это обязательно поговорим. Теперь любое увлечение – это ОК. Можно увлекаться садом, но сбежать из него – путешествие. Можно съесть чужого коня, но оседлать своего. Одноклассники – это десятки тысяч интересов. Мои увлечения – это ОК. Продолжается наш эфир, Сергей Безруков, в гостях у нас. Я просто хотел завершить мысль о своей тем, что я не гнушаюсь тем, что я играю в детский спектакль. Есть «Маленький принц» с оркестром, с губернаторским оркестом Московской области. Я читаю эту сказку и разыгрую в песочнице всю эту историю. Знаете, когда взрослый дядя, дядя Сережа, в такой ночи малыши, дядя Сережа садится в песочницу и начинает перед детьми разыгрывать этот спектакль. Медведь, «Маленький принц», «Змея». Ну ведь это же мечта любого ребенка, когда взрослый садится в эту песочницу вместе с ним. Начинает с ним играть. Этой машинкой, этими куколками. Начинает с ним играть то, чего хотят все наши дети. Поэтому я как раз придумал спектакль «Маленький принц». Собственно говоря, этим приемом и пользуюсь. Я играю с ними в песочнице с детьми. И поэтому для меня детский спектакль, это, знаете, это форма как раз поговорить с ними, знаете, серьезно. И затрачиваясь по-настоящему, как в любом спектакле для взрослых, ты также затрачиваешься с детьми. Также с ними играешь, этим лисом играешь. И все это абсолютно искренне. Так что до слез, сам до слез, и доводишь порой до слез. И они также смеются и плачут абсолютно так же, как и на взрослом спектакле. Они вместе с тобой. И, конечно, остров сокровищ. Я не так часто играю в Москве. Вернее, в Москве практически совсем не играю. Но на гастролях, допустим, сейчас у нас гастроли в Санкт-Петербурге, я играю Джона Сильвера с превеликим удовольствием. Сейчас как раз в Санкт-Петербурге будем играть. Я беру с собой своих детей. Вот, потому что увидеть папу в образе Джона Сильвера, им можно только на гастролях. Поэтому я их беру с собой, и они... Дома не показывают. Нет, я играю с ними пираток, бессловно. И в спокойной ночи малыши я выхожу в образе пирата. Иногда бывало и такое. Но выйти вот настоящим Джоном Сильвером, показать им Испаньолу, у них, конечно, есть такая вот привилегия. Они могут побывать еще и на сцене. Помимо того, что они в зале, я потом их веду, и я обязательно поведу их на сцену. И там они познакомятся со всеми пиратами, и уж побудут на Испаньола. Ну и папа, который рядом, это Джон Сильвер, который их возьмет за руку и лично проведет в зал. А, кстати, участие в «Спокой ночи, малыши», это, помимо всего прочего, это еще и возможность, видимо, быть ближе к своим детям, когда вы на гастролях. Конечно. Включили телевизор, вот он, папа. Конечно. Это, во-первых, во-вторых, такая давнешняя мечта была попасть в эту передачу. А вот. Детская передача, на которой ты вырос, и на которой вырастет еще не одно поколение наших детей, и ты, наконец-то, попал в ту самую сказку, когда ты общаешься с любимыми персонажами от Хрюши, Степашка, Каркуш, Мишутка. На Мишутке не было еще в моем детстве, у меня был Филе, Хрюша и Степашка, и Каркуш, конечно, было. Поэтому ты с ними общаешься. Замечательные актеры и актрисы, которые работают в образе этих вечных персонажей, и когда ты входишь в их команду, и ты хулиганишь, ты придумаешь какие-то невообразимые образы, и когда сценаристы уже практически сходят с ума, и говорят, что все прекрасно, все здорово. Мы уже сбились со счета, мы уже придумали, по-моему, все. Потому что они каждый раз, они понимают, что я начинаю дурачиться, и я очень люблю там и пародию включать, и переодеваться в кого-нибудь, и играть какого-то персонажа, там, я не знаю, кота Леопольда, или там, не знаю, кота Базилио, или там превращаться в мой Дадыра. Я очень люблю там читать различные сказки. Опять же, если есть такая возможность, с голосами все это озвучиваете, и они уже сбились со счета, говорят, мы уже, по-моему, придумали все. Сергей, вы предлагаете уже сами. Я говорю, я постараюсь, но тем не менее, каждый раз это ощущение просто какого-то восторга, это импровизация, это счастье того, ну, как сказать, дарить счастье еще детям, потому что ты понимаешь, что потом, помимо детей всей нашей страны, будут смотреть еще мои дети, которые очень любят передачи со мной. Я вот вчера пришел, и Маша сказал, папа, мы вчера посмотрели две твоих передачи, потому что их же закачивают, там какие-то, которые вышли, они не успели посмотреть, допустим, на канале Куросе или по культуре, и они попадают на YouTube, и они могут скачивать, и в любой момент посмотреть, уже там все передачи со мною, им очень нравится там серия Баба-Яга, когда я чуфыр, 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 там Джон Сильям нравится передача, и вот последняя передача, которую записали мы, они уже могут посмотреть там в записи, но в любой момент включили, сказать, хотим с папой, с папой и ночью моши, включать, когда им надо, и смотрим. А это они ведь. Вы вообще строгий отец? Я могу быть строгим, безусловно. Другое дело, что строгость и уважение к тебе, это разные вещи. Безусловно, должны быть определенные границы, которые ты выстраиваешь детям. Особенно в определенном возрасте им необходимы эти границы. Допустим, в лет в пять, в четыре, даже в три года есть же определенный возраст. Да, смена поведения по возрасту. Да, смена поведения, когда еще не окрепшая психика. И ты понимаешь, что ребенка может нести просто от перевозбуждения, его несет. И ты должен в определенный момент поставить эти границы, которые необходимы ребенку, иначе его понесет еще дальше. И вот эти границы, которые ты ставишь, ты уже сам определяешь. Ну, быть, конечно, деликатным, потому что наказание не сторонник этого. Строгость, строгость все-таки через уважение. Если папа сказал, то это папа. То есть, безусловно, без любви это невозможно. Дочки можно чуть больше, чем сыновьям? Дочки, ну, конечно же, это ощущение. Ты маленькая женщина, которая вот она будет, да, и ты поэтому все вкладываешь в нее, потому что это вот доча. Конечно же, каждый раз говоришь о том, что они должны быть активными. То есть, выбираешь активные игры. И это как раз нужно всем детям нынешним, потому что вот как раз про те самые гаджеты, о которых мы говорили. Гаджеты, планшеты, телевизор. Ну, уже телевизор в меньшей степени. Хотя и он присутствует, но в меньшей степени, опять же, телевизор мы не смотрим дома. Только если уж мультфильмы, опять же, они на Ютьюбе есть и так далее. Очень люблю все-таки как-то постепенно так выруливать, чтобы они смотрели советский мультфильм. Потому что там, знаете, там хорошо. Там не обидят, там всегда будет хорошо. Поэтому, помимо того, что они смотрят, конечно, и современные мультфильмы, тоже так граничны. То есть там малышарики, смешарики и так далее. Но все-таки пытаюсь их немножко так перенаправлять, что тогда было хорошо. Это то, на чем я вырос. И тогда, знаете, было полезно, нужно. Нет, это нарисовано, это было достойно. Поэтому, так сказать, направляешь. Допустим, вот Утом сегодня взял, посмотрел, допустим, показал им, поставил подборку советских мультфильмов. То есть там у локоморья дуб зеленого. Я говорю, Маша, ты же узнаешь, что это стихиана? Да. Так изочарованный сидит, смотрит, губами шевелит, повторяет этот текст. Я говорю, это Пушкин. Он такой, да, да, 33 богатыря. Да, повторяет. Я понимаю, что это работает. Несмотря на то, это уже повзрослее анимационные фильмы, современные. И тем не менее, это работает. То есть можно заставить, там, Гуси-Лебеди, старые, там, я не знаю, Олинг-Цветочек. Можно заставить посмотреть. Вернее, через некое, так сказать, а может быть, нет, нет, посмотрите советские мультфильмы. Разочек не понравится, выключим. Да, Тайна третьей планеты. Ну, что-то. Это то, на чем я вырос, и то, что я могу сам скомотать, по-моему, бесконечно. По кругу, да? Я признаюсь вам. Признаюсь. Признаюсь. Тайна третьей планеты, которую я еще смотрел в школе, 402-я общеобразовательная школа Перовского района города Москвы. Привет, 402-й. Мы тогда ходили в актовый зал. Я помню, на Тайне третьей планеты мы приходили в актовый зал. За 10 копеек билета мы приходили смотреть по субботам, я помню, по билету мы приходили смотреть Тайна третьей планеты. А на большом экране. Это сейчас мы смотрим по телевизору, я не знаю, там на планшете. Смотрите, на большом экране, Тайна третьей планеты. Это же Звездные войны по-советски. Да. Когда ты летишь, астероиды бьют, понимаешь ли, по звездолету, понимаешь, и ты не знаешь, вернутся они с планеты Железяка или нет. Сейчас, что, о чем мне говорят? А посмотрите. О планете Железяка. А посмотрите. Железяка, ну что вы. Я по кругу мог смотреть. Громозеку, это же, какой там, господи, этот самый, как его зовут в Звездных войне? Р-2, Д-2. Д-2, да. Содрались громозеки. Громозека, конечно, содрались. С фломастерами в глазах и поедающего зеленого. Я думаю, что он все псал водоросли. Ну, не знаю, когда зеленую пищу, которую он потреблял, и пил валерьянку. Ну вот. А дети ваши, кстати, потихонечку, ну вот вы-то как бы пошли по стопаматься, а дети уже проявляют интерес? Театр, игра, актерство? Степа очень интересно пародирует. Вася маленький очень активный. Очень активный. Вот в плане подвижности он, конечно, он совершенно фантастически держит. Вестибулярный аппарат у него совершенно потрясающий. То есть вот баланс держит. То есть он завязает, куда держит баланс. То есть где-то вот раз он забрался там. На второй этаж там дети, у них такие спальни интересные. Ну, понятно, они очень любят. Ну, как все дети любят забраться на второй этаж. То есть вот второй этаж есть, это потрясающе. На первом этаже у них там свои там игрушки. А вот на второй этаж, вот я сам обожал, если куда-то вот на второй этаж куда-то забраться, есть какой-то антресоль. Если там в детстве, бабушка и девушка, то есть на антресоль забраться. Все, это же подарок просто. Вот он, мир. Птичный домик на дереве, конечно. Да, и вот Вася раз, маленький совсем еще, вдруг поп-поп-поп-поп, забрался. Ты стоишь рядом, а он сам. Ты так с подхватом думаешь, да, тут-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту, сел, уже листает книгу. Очень любит книги. Ему год и три месяца. Обожает книги. Вот ему очень нравятся книги. Вот он даже просит почитать ему книги. Забрался, сел, сидит, листает. Ты говоришь, сынок, да? То есть понятно, что дети разные. Каждому свой подход. Говорить о профессии, я думаю, что пока рановато. Конечно, у них все дети любят кукольный театр. Не кукольный театр, а театр кукол. Но в детстве мы называли кукольный театр. Это, так сказать, детское определение театра кукол. Но играть в кукольном спектакле, я сам это очень любил. Кто мог подумать, что потом я стану актером. Но любят все дети. Переодеваться и в костюмы тоже все дети любят. То есть говорить пока еще рано об актерах способностей. Хотя вот Степа, он пародирует. Пародирует очень хорошо. Да, да, да. Пародия, да, да, да. Там старшие дети, не знаю, насколько, допустим, они склонны к профессии. Но тем не менее, не знаю. Тоже надо смотреть. Будем наблюдать. Знаете, как всегда. А кого, кстати, вот кого пародируют? Очень важно. Да нет, ну, разные, допустим, имитируют голос, допустим. Степа раз имитировал голос, допустим. Даже меня спародировал где-то. Имитацию, допустим, походку раздел. И ты понимаешь, что есть, конечно, актерские способности. Но пока еще рано говорить. Задатки есть. Но профессия настолько жестокая, что даже мой отец, который сам был и есть профессионал высокого уровня, высочайшего уровня, как трагик, как актеры характерные, поскольку большую школу прошел, и театр сатира, а до этого, конечно же, блистал. В Пушкинском театре был премьером. Он прошел и взлеты, и падения. Все было в его профессии, и ошеломляющий успех его разбойников, и его потрясающей роли Карла Морова, этих разбойников, в Пушкинском театре. Он, конечно, понимал, что профессия действительно жестокая. И отдать мне в эту профессию, у него тоже была некая дилемма внутренняя. И он потом откровенно сказал, он приглядывался ко мне. Он работал со мной, но приглядывался, насколько я смогу выжить в этой профессии. Как только он понял, что я могу многое, я учусь, и каждый раз совершенство, совершенство, совершенство. И предела нет прекрасному. И ты каждый раз доказываешь, что ты можешь еще больше, еще больше. И тот самый потолок твой актерский, ты отодвигаешься дальше, и дальше, и дальше, и дальше. Оказывается, там, в принципе, еще много чего. Интересно, любопытного, да. Тогда у тебя есть шанс. Тоже нет гарантии того, что у тебя будет сумасшедший успех дальше. Это, опять же, возвращаясь к своим студентам, научу, подготовлю, но еще требую от самих ребят. И там, в Ростове, и в Москве, говорю, понимаете, не теряйте время даром. Время быстро проходит. Оно быстротечно. Четыре года, вот так. Сейчас только первый курс. Вы оглянуться не успеете, как будет уже четвертый. Чем больше вы впитаете в себя мастерства, просто даже порой требуя от учителей, вот у меня что-то не получается. Не то, что, ну хорошо, ну там со временем к четвертому курсу получится. Нет, у меня не получается, я добьюсь, я найду этого педагога, я приду к нему домой, я просто буду требовать, научи, у меня не получается. Почему? Еще раз, то есть будьте в этом смысле эгоистами, в хорошем смысле этого слова. Если у меня что-то не получается, разобраться, пойти тренинг, еще что-то, что мне еще может помочь, чтобы стать свободным? Что может мне помочь исправить осанку? Почему у меня зажатая шея? Что мне еще может помочь? Будьте требовательны и эгоистичны к самим себе. Если вы научитесь уже на первом курсе, у вас еще будет три года совершенства. И тогда вы ходите супер профессионально. А если вы, ну, счастливое, безмятежное время, четыре года счастья, занимаясь только этой профессией, ты ходишь в театры, ты абсолютно, так сказать, безоблачное, безоблачное такое пребывание в эйфории. Эйфория закончится после четырех лет обучения, и наступит страшное время испытаний, когда никуда, а везде места заняты. А все занято, конечно. Ну, как, допустим, даже в губернский театр, я говорю, господа, и ребятам говорю, я вам обеспечу практику. Допустим, у меня уже с первого курса ребята играют в спектаклях Московского губернского театра. Сейчас вот буквально недавно состоялась премьера джаз-комедии. Легкий жанр, благодаря нашему оркестру в Московском губернском театре, у нас живой звук, у нас потрясающий оркестр, у нас потрясающие музыканты, нужно отдать должное. Это их спектакль, да, это, так сказать, а-ля веселые ребята мюзикл, но тем не менее это современная история, это арбат, это джаз, это те самые мелодии узнаваемые, те самые советские мелодии, тем не менее в обработке современной, история уличных музыкантов, которые, да, понимают, что даже порой вот на улице мы абсолютно искренне, да, чем, допустим, тот самый шоу-бизнес, который там, да, и в этом смысле отсутствие той самой правды, вранье, вранье, ложь, вранье, деньги, вранье, ложь, деньги, а вот те ребята, которые играют на улице, порой настолько искренне, настолько, как говорится, ближе к искусству, чем те, которые там. Собственно говоря, история такая игровая, она именно игровая, но я попросил, чтобы режиссер Алла Решетникова задействовал, моих ребят, и они танцуют, они создают ту самую, так сказать, массовую сцену, добавляют спектаклью с массовыми сценами, ту самую массовость, которая необходима, но они творчески присутствуют в этом проекте, не просто, знаете, как, постоять салебардой, спасибо большое, хотя, вы знаете, постоять салебардой тоже нужно уметь молча и сосредоточенно, но они двигаются, они двигаются, там очень много пластика, благодаря нашему балетмейстеру Ане Гелуновой, которая работает и на моем курсе, также в Афгике, и она их знает, она понимает, как с ними работать, сама порекомендовала, что вот этого уже можно задействовать, вот этого девочка, а этого пока еще салебардой, я думаю, что, наверное, еще года-два потребуется для того, чтобы он вышел профессионально поработать даже в пластике, но, тем не менее, они уже задействованы, я их ввожу в спектакль, для того, чтобы они могли уже избавиться от элементарного страха выхода на сцену. Да, пока это просто страх, мы уничтожаем этот страх, потом они становятся более свободными, но гарантируйте вам, что вы, дорогие, мы сразу после буквально окончания четвертого курса все автоматически попадаете в Московский гуманитарский театр, не обольщайтесь. Может случиться так, что кто-то и попадет, судьба, но труппа не резиновая, как говорят, есть определенные штатные единицы, когда просто ты элементарно, ты не можешь больше. Конечно. В качестве практики, там, в спектакле, допустим, моего фонда, поскольку есть еще фонд Сергея Безрукова, есть фондовские спектакли, в которых я могу совместно с театром могу еще приглашать артистов со стороны таким антрепризным методом, когда и артисты губерненские театры, и артисты, допустим, со стороны, которые мне интересны, я могу приглашать, допустим, туда задействовать. Но в труппу могут попасть не все, но быть готовым в любой момент, в любой кастинг, в любой кастинг, вот пришел, показался, и кто-то действительно влюбился и сказал, слушайте, я без этого артиста не могу, или без этой актрисы, я не знаю, что я сделаю, я приглашу на разум, куда угодно, но мне нужен этот актер, потому что он, конечно, подготовленный, и все это в ваших руках. Работайте. Социальная сеть «Одноклассники» это не только площадка для общения, это еще огромное количество групп по интересам от любителей садоводов, до любителей кружки по чтению, книголюбов и так далее. Мы понимаем, что ваше расписание забито, и чем оно забито. Тем не менее, есть ли какие-то увлечения, может быть, не связанные с основной работой? Вот хобби. Хобби? Я не знаю. Хобби. Как отдыхаете? Я очень люблю велосипед. Велосипед. Да, это и для здоровья полезно, и в то же время, вы знаете, в этом есть какое-то вот, в этом есть детство, потому что в детстве, благодаря, опять же, отцу, я любил велосипед, потому что отец любил велосипед, тогда не было у нас ни в семье машины, не было, и она появилась уже много, many, many years ago, она появилась, машина, уже в 97-м году, когда мне уже было 23, на секундочку, поддержанная «Волга», 24-10, десятилетка, первая машина в семье. Чёрненькая? Нет, белая, 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 она была в хорошем состоянии, первая машина в семье, в нашей, в семье без рукой появилась, 24-10, поддержанная «Волга», десятилетка, вот такие вот, да, определенные ресурсы. А у вас какая первая машина была? Вот уже своя. Своя? Девятка. Девятка. Цвет, простите? Серо-голубая, то есть ближе к металлику. Металлик, металлик была цвета. Цвет металлик. Неплохо, да, неплохо. Девятка металлик, ну, собственно говоря, бандитская машина. Да, да, да. Ну, а какая машина могла быть у меня, если в этом году мы отмечаем 22, 20 лет бригады. В этом году мы отмечаем, поэтому первая машина у себя без рукого, девятка, металлик. Без вот этого, вот этой олиповатости, без розочек, вот это строгое. Вот без вот этого всего же. Какие розочки, вы что? И, естественно, механика. Да? Я водитель со стажем, я на механике, вот не так давно снимался в проекте студии Тодоровского, и там у меня была копейка. А на копейке я никогда не ездил, а у дяди моего родного была копейка, но я был слишком маленький, я, конечно, сидел, я не бестовал на педали, но вот как раз вот эту с розочкой, я ручку, да, переключение передач, я ее, собственно говоря, терзал, но я не ездил никогда. А тут я сел, и как на родной, мне сказали дублера, я говорю, не надо, родная. А многие же сейчас не умеют. И поехал. Потом пам-пам, то есть вот это переключение. А помнит. Но этот запах, я помнил его с детства, я говорю, вы не представляете, что это, а как? Я говорю, вы даже не представляете, это вот кожзам, потому что это, конечно, не кожа, это кожзам. Но вот этот запах девятки, его ничем не спутаешь. Я когда сел, я думаю, я попал в детство. Пам-пам. Сергей, а мы его, а дублер нужен? Не надо. А вот здесь вот, нет, все в порядке. И поехал. И как родная просто, и переключение. Ты крыльешь руль, все, это без гидроусилителя, но все, это такое родное. Поэтому, знаете, как разбуди, и я поеду. Механика, это, знаете, когда это уже вот здесь, и когда ты профессиональный водитель, это все, это страсть, это любовь. Это, когда ты садишься в машину, причем историческую машину, будь то Волга, не знаю, там Нила, все, ты там. Сейчас попробуем замкнуть этот круг, не знаю, а девятку купили на гонорар от бригады, если да, то это прям волшебство. Нет, 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 это было, нет, это после 97 года, и после, я работал в программе куклы, конечно же, мой заработок был в программе куклы, я уже был в театре Табакова, все равно замкнули красиво. Я снимался, да, и, конечно же, так вот скопили, тогда все-таки девятка, это было дорого, но это не импортные, да, первая импортная машина, автомат, не будем рекламировать, но тем не менее, это был Гольф, Volkswagen Golf, была первая машина, и вот как раз был тот самый автомат, поддержанный, из Германии, поддержанный машина, но я был так рад, и я, честно говоря, это первый раз, вот это ощущение, что это для тупых водителей. А куда вторую ногу делаешь? Ну, когда ты работаешь за рулем, это понятно, это работа, и ты водитель, все, я работаю шофером, по нейтралочке, говорится, спускаешься, да, спуск, никогда на нейтралку не выходишь, потому что нужна скорость, и так далее, то есть поднимаешься, да, а здесь нейтралочка, здесь не скользко, здесь на нейтралочке можно, потом вот это вот, но это работа, и ты понимаешь, что ты водитель, но когда вот эта вот машинка, перепедалька, одной ногой, одной ногой, вот это ощущение, Погодите, а где вот эта работа водителя? А нет. К сожалению, мы стремимся к концу, но перед тем, как мы попрощаемся, есть еще один моментик. Мы обратили внимание, что вы регулярно выкладываете селфи, фотографии, снятые в разных соцсетях, и они все немножечко похожи. Покажите, о чем я говорю. Примерно с одного ракурса. Я понимаю, почему. Я правша. Держишь рукой сам себя и так далее. Мы хотим подарить вам внесите вот этот прекрасный прибор. То есть, когда я сижу за рулем, вы мне предлагаете вот так вот упереться в лобовое стекло? Или в окно, да? То есть в соседнее окно рядом стоящего автомобиля. Простите, пожалуйста. Я немножко отлечу, хорошо. Сергей, вы с ума сошли? Ну простите. Она вытягивает. Пробки особенно. Простите, пожалуйста. Можно окно опустить? У соседней машины. Да. И он опускает окно. Простите, пожалуйста, хорошо. Человек вот так вот. Вы сфотографировались, Сергей, уже? Да, да. Я могу дальше ехать? Хорошо. Спасибо большое. И потом человек будет рассказывать эту историю. Я сфотографировался. Я дал возможность Сергею сфотографироваться. Понимаете? Спасибо большое. Там три нога в ней. Ее можно поставить. Селфи-палка. Конечно. Там есть кнопочка. Прямо мы решили, что это необходимо. Спасибо. Прямо необходимо. Селфи-палка. В самолет же как приятно, да? Тоже в проход выставил туда. Конечно. Это может еще селфи-указка. Видите как? А? Селфи-палка. Селфи-указка. Со студентами. И на доску показываешь, и заодно... Все вот так вот, знаешь, как перевернулся на самом деле. Да. Ты понимаешь, что надо делать вот так? Причем это быстро. Главное, чтобы человек, который будет смотреть это видео, не стошнил. Потому что вот эти вот повороты, это немножко, да, такое вот? Раз, восьмерочку. Раз, восьмерочку. Раз, раз, раз. Ремонтировать не надо. На здоровье. Спасибо большое. Вот прям необходимо. Как всегда, пролетел час. Я пролистнул, если вы видели, больше двух третей вопросов, которые мы хотели бы задать, обсудить. Ну, потому что невозможно. Очень интересно вы рассказываете. Спасибо. Значит, еще раз. Значит, однажды еще раз гостем у вас позадим. И ждем вас на Большом детском фестивале. Не пропустите, мы до ноября, поскольку закрытие у нас будет в Манеже. Новый Манеж, с 23 ноября, Манеж, с 25, ну, 23, там подготовка, помню, да? Хорошо. С 25 ноября в Новом Манеже закрытие Большого детского фестиваля. Будет интерактивная выставка, будут питчинги. Приходите, это будет очень интересно. Спасибо большое за приглашение. Удачи всем нашим проектам. Сергей Безруков был у нас в гостях. Спасибо. Увидимся, как всегда, в следующий четверг. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. 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 Спасибо.